Ну что же, с одной стороны либералы и товарищи типа Карна Барта, которые пытаются все-таки найти какое-то общее звено, общую точку зрения. Но где есть одна крайность, там есть другая крайность. А вот так вам. Кто прочитает? Фундаменталистский взгляд. Библия дословно продиктована Богом. Пророки писали под диктовку. Значит, этот взгляд особенно распространен в Соединенных Штатах. За пределами Соединенных Штатах фундаменталиста такого толка вы не найдете. Что имеется в виду? Тут очень тонкое различие, но есть различие по сравнению с тем, о чем мы говорили в самом начале. Помните, мы с вами в самом начале говорили о том, что Бог не отменял и не уничтожал личность пророков. Он действовал через пророков. А правые фундаменталисты говорят, что у пророков вообще не было никакого выбора. У евангелистов не было никакого выбора. Бог говорит, пиши. И Бог буквально ведет пером пророков. Саша, подойди, пожалуйста, сюда и возьми ручку. Вот тот взгляд евангелический, который мы в самом начале показывали, и фундаменталистский взгляд. Чем они отличаются? Дай ручку, пожалуйста. А нет, возьми ручку в руку. Фундаменталистский взгляд работает следующим образом. Держи, держи, держи. Открою, пожалуйста, бумажку, листочек. Вот Бог призывает пророка, он берет его руку и вводит рукой пророка в тот момент, когда пророк пишет. То есть буквально Бог либо диктует пророку дословно, и пророк пишет большой диктант, либо вводит рукой пророка, и пророк записывает. Причем Бог знает четко, как пророк мыслит. Каким образом пророк написал бы, или евангельский автор написал бы это слово. Именно таким языком Бог пишет. Садись, пожалуйста, спасибо. В классе в шестом был на школе очень скучный предмет. Он был не в шестом классе, но в шестом был особенно скучно. Назывался он английский язык. Вот я думаю, некоторых из вас тоже был английский язык. Может быть, не только английский. Одна из самых больших скучностей этого предмета заключалась в том, как нужно было сдавать так называемые топики. Это устные темы. Значит, тема, ну тогда еще в советские времена, да, как-нибудь типа «Моя школа» или «Покорение космоса» уже несколько позже, несколько годами позже. Наверное, предполагалось, что человек осмысленно будет к этой теме готовиться. Вот, наверное, предполагалось. Что же получалось реально? Так это то, что человек, многие учащиеся, просто механически зазубривали некую последовательность непонятных слов. И, соответственно, потом, зазубрив ее автоматически, механически, эту последовательность непонятных слов сдавали. Ну, учитель иногда вякал по поводу того, что произношение не то и с интонацией не очень. Ну, какая там интонация, если человек не понимает, что он сам говорит. Так вот, в классе в шестом я занимался следующим. У нас были несколько человек, которые, да, там нужно было сначала составить это выступление. Ну, типа, сам, видите, учащийся не берет что-то такое из учебника, да, а сам составляет. Вот, и потом, соответственно, выключить его и выступить. Так вот, я в классе в шестом занимался следующим. У меня было несколько друзей, ну, не очень друзей, для которых я составлял вот эти топики. То есть я знал, что там примерно должно быть, во-первых. Я знал немножко стиль каждого из этих ребят. Я ему говорю, давай я для тебя составлю, ты на какую оценку хочешь? Я говорю, он говорит, ну, на четыре. Я этого несколько ошибок включаю в этот топик составленный, понимая, что он еще парочку сделает. То есть главное еще рассчитать, чтобы он не сделал слишком много ошибок и не получилось на тройку. Вот, и он потом, типа, своим языком написано это сдает. Вот, но я очень быстро на этом прогорел. Потому что мне казалось, что я знал стиль каждого из этих ребят. А потом учительница заметила, что все топики что-то звучат подозрительно одинаково. И там какие-то конструкции, которые в шестом классе не проходят, проходят только в девятом. Но ребятам, которые отвечали, им было все равно, они все равно ничего не понимали, что там говорилось, хоть и континьюс, хоть и не континьюс, в общем, разница какая. Вот, а примерно то же самое и в фундаменталистском взгляде. Бог управляет пером пророка или Бог диктует пророку. И сторонники этого фундаменталистского взгляда говорили о том, что, ну, ведь, смотрите, ну, ведь не стыдно же нам в школе писать диктант. Все писание сначала до конца таким образом так продиктовано. Мы вначале говорили, что Бог направлял пророков, что Бог давал им определенную свободу. А фундаменталистский взгляд ничего этого не предполагает. Есть немало христиан, которые стоят именно на этом, на очень крайне правом фундаменталистском взгляде. Обычно люди, стоящие на этом взгляде, считают, что либо в Библии вообще нет никаких противоречий, либо противоречия есть, но они все и разрешимы, и уже разрешены. То есть ответы на все вопросы мы уже знаем. Сторонники взгляда, с которого я начал сегодняшний наш разговор, говорят о том, что в Библии есть противоречия, многие из них решены. Но, возможно, не все они еще решены, возможно, не все ответы, не на все вопросы мы с вами пока знаем. Понятно, что фундаменталистский взгляд возник против противоречия взгляду либеральному. Понятно, что сторонники фундаменталистского взгляда пытаются решить вопросы, просто приписав все авторство и все написание, все, что касается Библии, действию Божию. Полностью исключая действие человеческое. Если Павел не может вспомнить, сколько человек в Коринфе он крестил, то это не Павел, это Бог так через него написал. Для того, чтобы книга звучала более по-человечески, скажем так, более понятно, более доступно нам, людям, которые тоже иногда чего-то не могут вспомнить. И Бог приспосабливается к нашему незнанию. Вот пишет не только на нашем языке, но и нашим стилем, записывая таким образом священное писание. Значит, что по поводу этого взгляда? Ну, сторонников этого взгляда, в общем-то, я думаю, вполне можно уважать. И на этом взгляде этот взгляд принадлежит большому числу известных христиан. Проблема в том, что, по крайней мере, на Западе, или, по крайней мере, в Соединенных Штатах, рядом с этим взглядом обычно бывают, ну, некоторые, скажем так, странности. Например, человек говорит, что да, Библия продиктована Богом, а вот английский перевод Библии тоже продиктован некой группе переводчиков, которые подготовили Библию, так называемую Библию короля Якова, 1610-1611 года. И поэтому именно эта Библия короля Якова авторитетна. Люди, которые стоят на позиции такой диктовки со стороны Бога, обычно с большим напряжением относятся ко всякому текстологическому исследованию. И их можно понять. Для неокрепшего в вере человека может быть сложным, допустим, принять, что какие-то рукописи не содержат того или иного стиха. Допустим, первое послание Иоанна, пятая глава, седьмой стих. Вот, то есть, эта фундаменталистская позиция, она обычно соседствует с некоторыми другими позициями, с которыми бывает не всегда легко разобраться. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Один из ярых сегодняшних сторонников такой позиции, фундаменталистской позиции, выпустил фильм, ну, его организация выпустила фильм, в переводе на русский язык они сделали, фильм об Иисусе Христе. Блестящий фильм, отлично сделанный фильм. Там красиво все и так далее. Я этот фильм не могу распространять, то есть, мне совесть не позволяет распространять этот фильм, из-за пары фраз, которые в этом фильме присутствуют. То есть, вы смотрите, все нормально, все здорово. Но в конце начинается, например, вот там конкретно говорится следующее, причем некое добавление сделано для русского зрителя специально, для российского зрителя. Говорит, а многие люди сегодня поклоняются сатане, даже не понимая этого. Ну, это ладно, хорошо. Дальше. Сатане поклоняются мусульмане, называя его богом, используя термин слова «Аллах». Ну, заодно это в мусульманском мире побьют. Ну, ладно, идем дальше. Да, и убьют. А сатане поклоняется католическая и православная церкви, потому что, поклоняясь Деве Марии, они фактически поклоняются древней вавилонской богине Астарте, переосмысленной этими церквями, как Мария, Мать Иисуса Христа. И вот мусульман, католиков и православных необходимо из поклонения сатане обращать поклонение истинной вере. Опять-таки, здесь можно долго богословски спорить. Есть ли подлинные христиане, спасенные люди среди православных? Для многих современных фундаменталистов, практически для всех современных фундаменталистов, таких ярых правых фундаменталистов, ответ «нет» и «быть не может», потому что они по определению поклоняются сатане. Если вы стоите на этом взгляде, тогда вам, в общем-то, будет легко принять все остальное. Если у вас в этот момент возникли какие-то сомнения, да, вы почувствовали некое неудобство, тогда нам нужно будет идти дальше и обозревать другие взгляды на Богодухновенность в Священном Писании. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»